Осенняя сессия была достаточно серьезная. Законопроектов, которые волнуют именно граждан, было много, но, наверное, самый волнительный был это Академия наук. Они хоть и говорят о реформировании, я перевожу на русский язык практически ликвидации, потому что тот переходный период, который дали для реорганизации Российской Академии наук, малые уступки Российской Академии наук, оставить некоторые самостоятельным структурным подразделениям, как Тон Новосибирской, например, Академии наук. В течение года будут происходить изменения или будут ужесточаться требования к этим Академиям наук, потому что не для этого принимался этот закон, чтобы дать возможность развиваться нашей науке. Это мое глубокое убеждение, какими бы красивыми словами ни облачали ликвидацию или реформирование нашей науки. Достаточно серьезное внимание на сессии осенней было уделено, внимание поправкам к закону об образовании, который был принят в весеннюю. И там были выхолощены достаточно серьезные основания для того, чтобы могли, например, студенты или так, желающие быть студентами, дети-инвалиды, дети-сироты, и вносят сейчас поправки. Это было связано с поправками о дошкольном образовании, когда сейчас сказали, что детские дошкольные учреждения, мест будет много их. Но за счет чего, забыли сказать, а за счет того, что будет платное фактически содержание детей, 15, 20, 12 тысяч, в зависимости от субъекта Российской Федерации. Мамы перестанут водить детей в детские сады. И, соответственно, места и очередей не будет, и мест будет достаточно. Там много поправок о том, что ЕГЭ должно быть на добровольных основаниях, иметь право выбора. Есть у нас о том, чтобы быть государственными служащими преподавателей, учителя, чтобы им дать такой статус, потому что мы им доверяем, пожалуй, самое дорогое наших детей и возможность, чтобы они были хорошими специалистами, ну и так далее. Эта сессия обнажила ситуацию по пенсионному обеспечению, потому что очень много граждан требует нормального пенсионного обеспечения, потому что люди проработали всю жизнь, причем есть где во вредных условиях труда, на севере. И вдруг выясняется, что этот стаж и не учитывается, вводится новая система высчитывания ваших возможностей. И когда на переправе, я говорю, коней не меняют, а здесь мы уже за этот период, вот так называемых реформ, уже пять раз меняем систему пенсионного обеспечения. И получается, что и мы условий не знаем, и вот когда ты не знаешь, то ли последние пять лет трудиться, то ли один год трудиться, то ли начинать работать с утра до вечера на протяжении 30 лет, то ли выработать пять лет, теперь говорят 15, то ли получать белую, то ли в черную и так далее, хотя в черную никогда лучше не получать. Но не может человек каждый раз меняться и менять условия своей работы, потому что так захотел кто-то в правительстве. Но так не должно быть. То есть от того, что закон не изменен, стабилен, от этого и стабильность в обществе. Это не касается не только пенсионных наших возможностей и работы, а вообще любое, система образования, система здравоохранения, система, ну, я не знаю, социальной гарантии и так далее, провозгласили, что давайте демографическую ситуацию улучшать, давайте мы как можно больше будем рожать, но, да, внесли поправку, что будет 4,5 года, но это не страховые периоды времени учитываться, но это трое детей, а как же мы говорим, 4, 5, 6 детей, мама, которая рожает и помогает государству растить защитников, тех же мам, у них не будет учитываться. Ну, тогда давайте уж говорить, и сказали, а говорить, бэ. Эта сессия еще отличается тем, что отклонили закон о детях войны. Это грустно, ужасно. То есть те, кто дети опаленной войной, которые не имели детства, работали с раннего детства, ну, в трудовых книжках у них этого не было записано, и государство не нашло возможности сказать им спасибо. Вот этими мизерными 500 или 1000 рублей. То есть фактически отбросили этих людей, тоже вот не признав их заслуги. Серьезные законопроекты, к сожалению, не нашли своего отражения в этот период времени. Это связано с жилищно-коммунальными тарифами, с услугами, которых не предоставляют. Вот, говорили об этом много. Оставили по-прежнему распоясывающиеся управляющие компании. Они никому не подчиняются. Мне кажется, их полномочия даже больше, чем у президента. То есть что хочу, то и врачу, и никаких последствий не имеет. Ну и, наверное, нашумевшая амнистия. Мне кажется, что, да, действительно, там есть люди, которые заслуживают того, чтобы их досрочно отпустили. Это впервые наказания, это дети, это беременные женщины, ну и так далее. Но вот, к сожалению, не нашли отражение тех, которые стали политическими заключенными, потому что сегодня судебная система и правоохранительная система наказывают за то, что ты по-иному мыслишь, чем нам пытаются нас вогнать в какие-то рамки. Поэтому я бы хотел, чтобы амнистия нашла это отражение. Хотя, да, Новый год на носу. Это замечательный праздник, и каждый из нас ждет что-то нового, необычного, чтобы это обязательно свершилось. И я уверена, главное, нужно мечтать о самом невозможном. И если у тебя это вот в душе, и ты будешь приближать эту мысль, эту идею, обязательно все свершится. Я хочу, чтобы наши дети были счастливы, чтобы государство помогло им ощутить себя счастливым на всех этапах. От рождения до того, как ты станешь взрослым. Я хочу, чтобы мамы себя чувствовали защищенными, чтобы слово «мама», «мамочка» звучало гордо на всех уровнях, потому что мы остаемся детьми, пока живы наши родители. Чтобы мы обеспечили им заботу, чтобы мы все время думали о них, и не только по закону мы обеспечивали их, нас заставили, и мы стали помогать родителям. Нет, это должно быть в сердце, это должно быть в душе. Я хочу, чтобы каждый смог своим любимым и желанным мужчинам и женщинам всегда добрым, теплым словом, взглядом, нежным прикосновением сделать его счастливее.